Некоторые считают, что можно взять и вернуть месторождение, но так не получится. Надо возвращать постепенно, судиться, учиться технологиям ведения работы по разработке. Мы светское государство, и все должно идти в рамках закона, говорит эксперт по вопросам экологии, автор и руководитель проекта. По реинтродукции моралов западный теньшань Гамал Сорункулов. Он убежден, что общественности не следует торопить власть в скорейшем разрешении вопроса с кумтором. По мнению экспертов, возвращение месторождения является нелегким процессом, и народу нужно этот период перетерпеть. Экс-глава Баткинской области, ветеран спецслужб Султан Байя Джигитов убежден, что тот факт, что золото будет оставаться в стране, только на пользу республики. Золото как металлолом продают сырьевые страны, а развитые используют его как финансовый актив и укрепление своей финансово-валютной системы. Мы тоже можем направить драгоценный металл на усиление нашей финансово-валютной системы. Необходимо увеличивать золото-валютные резервы, после чего можно наращивать объемы денег, что позволит снизить их дефицит, говорит эксперт. В экспертном сообществе понимают, что для Садыра Джапарова вопрос кумтора без альтернативен. У главы государства других вариантов, кроме как вернуть месторождение стране, не может быть. Как отмечает экс-вице-спикер Джигур Кукинеша и юрист Кубанаджибека Сабеков, для главы государства другого выхода сейчас нет. В любом случае, сейчас повернуть вспять – значит понести значительные потери, в том числе для самого Джапарова. Во-первых, это доверие народа, во-вторых, страна потеряет свою лицу и имидж, а в-третьих, это ударит по инвестиционной привлекательности страны, считает эксперт.